Так, добрый вечер, уважаемые коллеги. Вы подключились к междисциплинарному онлайн-семинару по России с любовью. Сегодняшний наш семинар полностью посвящен марийцам и марийскому языку. Я думаю, мы еще подождем минутку, нас сейчас 24 человека здесь, вероятно, кто-то еще придет, и тогда можно будет начинать. Значит, мы ведем запись, которую потом, наверное, хотим выводить. Я веду свой репортаж из первого гуманитарного корпуса МГУ, где сегодня весь вечер гаснет свет. Поэтому, если вдруг вы увидите сумерки, то, пожалуйста, уйдетесь. Ну и мы практически готовы начинать. Как ведь, кажется, считается, что академическая вежливость предполагает дать возможность аудитории опоздать на пять минут. Ну вот, из них три уже прошло, так что сейчас еще две, и можно будет начинать доклад. Значит, доклад, как я понимаю, у нас все сейчас здесь. Демонстрация экрана включена. И, мне кажется, все готово. Я начинаю, да, попробую тогда пока включить. Да, давайте, Егор, попробуйте действительно запустить демонстрацию, давайте убедимся, что все работает. Так, сейчас это не то. Да, кажется, мы видим ваш экран, так что все в порядке. Да. Так, замечательно. Ну что же, уважаемые коллеги, сегодня в нашей повестке дня два доклада. Оба посвящены, как я уже сказал, марийцам и марийскому языку. Наши докладчики, наш первый докладчик Егор Владимирович Кашкин, которого я, с вашего позволения, сейчас представлю. А Ольга Евгеньевна тогда представит потом второго докладчика. Ольга Евгеньевна, я бы сказал, если можно, вас об этом попрошу. Я с удовольствием это сделаю, Сергей Георгиевич. Спасибо, Ольга Евгеньевна. Значит, итак, наш первый доклад называется «Горномарийский язык и его современное состояние. Результаты экспедиции Акипу Ингу». И наш докладчик Егор Владимирович Кашкин, наш сотрудник Института русского языка. Значит, представляя Егора Владимировича, я должен сказать, что, будучи формально сотрудником Института русского языка, он огромное количество времени, сил и академических усилий тратит на то, чтобы руководить экспедициями МГУ, сейчас экспедициями отделения террористической преподной лингвистики, по изучению уральских языков. Я даже, наверное, не могу точно сказать, сколько уже экспедиций в разные уральские языки на счету Егора Владимировича. Егор, сколько у вас было экспедиции? Десятка, два, три суммарно, если всего участие. Так что Егор Владимирович – опытнейший уралист, и в последние годы, в частности, он и его коллеги по экспедиции занимались исследованием горно-марийского языка, занимались много и продуктивно, сейчас, как я понимаю, уже практически готово большое основательное грамматическое описание этого языка. Ну и вот, собственно, сегодня рассказ Егора Владимировича о том, как это все происходило и что выяснилось в ходе полевых исследований горно-марийского языка. Да, Егор, пожалуйста, передаю виртуальный микрофон вам. Спасибо. Всем меня слышно? Видно экран? Да, все хорошо? Да, вроде бы все в полном порядке. Вот, ну я буду говорить, как уже сказал Сергей Георгиевич, об исследовании горно-марийского языка, которое относится к финно-угорской группе уральской семьи. Ну, некоторые исследования, да, его относят дополнительно к финно-волжской ветви, но другие исследования считают, что такой ветви, впрочем, нет. Горно-марийский язык распространен в республике Морел наряду с луговым мористем. Вот по данным переписи населения 2010 года носителей лугового мористского в России было 345 тысяч примерно, с учетом и республики Морел и некоторых других регионов. Носителей горно-марийского, ну, где-то в 11-12 раз меньше. В основном они проживают в горно-марийском районе республики Морел. Ну, есть разные точки зрения на то, являются ли луговой морист и горно-марийский двумя разными языками или там двумя наречиями, диалектами, в общем, разновидностями одного языка. Ну, какой бы из этих точек зрения мы ни принимали, нужно понимать, что они очень серьезно различаются на разных уровнях языковой системы, что есть две литературные нормы, луговая и горная разные. И горно-марийский язык описан значительно хуже, чем луговой морист. То есть, ну, обязательно работы по нему разные есть, но их меньше. И во многих работа говорится просто о морийском языке. И примеры реально приводятся только из лугового или практически только из лугового. Ну, вот на этой карте на всякий случай показано, где находится республика Морел относительно Москвы, на всей карте России. На следующем слайде видно расположение горно-марийского района при республике Морел. Ну, вот южнее уже Чувашия, да, которая здесь совсем близко. И Чувашеско-марийский контакт тоже такая тема известна. Вот. Ну, здесь на этом слайде показаны некоторые фотографии, да, того, в каком смысле горно-марийский район горный, в каком смысле эти морицы горные. Ну, вот такой там действительно рельеф, ну, не всегда совсем равнинный, скажем так. Я скажу, буду говорить в этом докладе об экспедиционном проекте Атипла МГУ по изучению горно-марийского языка. Ну, поскольку об экспедициях Атипла вообще в рамках этого семинара ничего, насколько мне известно, не говорилось, я скажу кратко об их истории и методологии, и дам ссылки, где можно об этом узнать подробнее. Также я скажу о социолингвистическом положении горно-марийского языка, что будет, возможно, интересно и лингвистам, и нелингвистам, да, которые пришли на семинары, скажу о результатах основных нашего проекта, и какие-то такие кей-стадис тоже приведу несколько штук. Значит, экспедиции Атипла, ну, ранее Асипла МГУ начались в 1967 году, и они были, они работали, ну, в первую очередь, с языками Кавказа самыми разными, некоторые из них перечислены на слайде, да, были поездки на Памир, Сибирь, на Дальний Восток и в разные языки по Волжье. Исследовались в том числе уральские языки самых разных ареалов тоже, они здесь перечислены, ну, среди них был, в частности, и луговой морист, и я об этом скажу отдельно далее. Значит, разные подробности можно получить на странице «Жизнь как экспедиция», здесь приведена на нее ссылка, там, в частности, есть экспедиционный такой прекрасный двухтомник, изданный к 50-летию этих экспедиций, где, откуда очень-очень много всего можно почерпнуть, и есть также страница Центра по изучению языков коренных народов России, существующего при кафедре, там также некоторая информация об этих проектах есть. Экспедиции эти связаны с именем Александра Евгеньевича Кибрика, который был их основателем, руководителем многих из них, и который разработал очень многие методологические решения, применяемые и по сей день. Экспедиция по изучению уральских языков связана с именем Мария Ивановна Кузнецова, которая первую такую экспедицию на кафедре провела в 68-м году по изучению коми-языка, и далее много лет тоже руководила уральскими экспедициями Атипла. Ну, результатами экспедиции кафедры в целом стали многие-многие описания многих-многих языков, некоторые из них, вот вы видите здесь на слайде, ну, влезли, естественно, далеко не все. Опять же, на сайте кафедры можно найти более подробную информацию об этом. А экспедиции в Луговой Мористе, я сказал, что были, они были в село Старый Тарьял, Новоториерийского района Республики Морел в 2000-2001-2004-м, и некоторые более камерные поездки были и далее. В них участвовали очень многие люди, которые руководили этими или иными экспедициями отделения. Они здесь тоже на слайде перечислены. Результатом этих экспедиций были разные статьи участников, но в том числе некоторые результаты собраны вот в таком вот сборнике по финногорским языкам, который вышел в 2012 году, ну, который гуглятся вроде бы. И более позднее есть статьи Анны Волковой, Натальи Сердобольска, Александра Симоненко, которые в это село продолжали ездить и тоже разные грамматические явления описывают. Вот, о методологии наших экспедиций, я тоже скажу два слова, значит, эти экспедиции, ну, эта методология, как я уже сказал, она была разработана Александром Евгеньевичем Кибриком и изложена в его работах, ссылки на некоторые из них здесь приведены. Эти экспедиции коллективные, да, в них ездят, как правило, большие группы, человек по 20 даже. У каждого участника есть отдельная тема, ну, может быть, несколько тем, и, соответственно, каждый человек эту тему прорабатывает, и дальше все обмениваются информацией на семинарах, там, каких-то последующих мероприятиях, внутренних обсуждениях и так далее. Работа строится с опорой на лингвистическую теорию, на типологию, да, то есть мы исследуем не, там, гранумаристский язык, как вещь в себе, а гранумаристский язык в контексте того, чего лингвистическая теория вообще наработала и чего она знает и про другие языки, про устройство возможного естественного языка. А в экспедициях участвуют как опытные исследователи, так и студенты, которые тоже очень рано начинают заниматься научной работой, и, ну, в этом смысле экспедиция сочетает научные и учебные задачи в себе. В экспедициях изучается не обязательно литературная разновидность языка, но даже, я бы сказал, чаще это не литературная разновидность, да, это какой-то диалект, ну, а другой вопрос, что для конкретного языка он может быть, конечно, более близок к литературному варианту, чем это имеет место для другого языка. Ну, принимается часто так называемый принцип идемного единства, такое сочетание можно встретить в работах, ну, здесь смысл в том, что экспедиция углубленно рассматривает один идиом, да, может быть, даже говор одного села, не исследуя межидиомное варьирование специально, да, ну, потому что если мы, например, изучили акциональный класс предикатов, да, в одном селе, то потом приехать в другое село и изучать на их основе какие-нибудь, например, деривационные показатели, употребление которых от них зависит, но это не очень хорошо, потому что там сама вот эта база, да, сами базовоакциональные классы могут быть в катего глаголах немножко другими, да, мы-то не проверили, получим совсем корректный вывод, поэтому здесь ставится задача концентрироваться именно на одной системе, да, задача изучения языка в экспедиции, она отделяется от задачи практического овладения языком, это, в общем случае, две разные задачи, и методы работы включают анкетирование носителей, например, перевод каких-то предложений с русского, да, на изучаемый язык на граммарийский в нашем случае, или просьбу оценить грамматичность, правильность, да, каких-то выражений на изучаемом языке, ну, и какие-то другие подобные вопросы мы записываем, расшифровываем, мы учитываем потом при работе результатов естественных текстов по месте, где работает экспедиция, ну, разные эксперименты с носителями, да, тоже проводятся, описание каких-то картинок, вот эксперименты преференциальной коммуникации, да, когда два говорящих должны там что-то друг другу объяснять под записи, что-то друг от друга добиться и так далее. Ну, перейду теперь от этого введения к нашему проекту, мы начали заниматься грамматическим языком в 2016 году, были в 2016, 17, 18, 19 годах туда разные выезды под моим руководством, но связь с носителем, коммуникация с носителями, она сохраняется и сейчас. В основном мы занимаемся темами по грамматике и лексике, чуть далее будет о них подробнее сказано. Мы работали в восточной части Горноморийского района, именно в селе Кузнецово и нескольких окрестных деревнях, ну, также должен сказать, что были экспедиции в западную часть Горноморийского района, в село Микряково, которыми руководил Светлана Юрьевна Толдова, и там принимали участие люди из МГУ, люди из высшей школы экономики, какие-то статьи этого Микряковского проекта, они тоже могли вам встречаться, но о нем я далее говорить не буду, буду говорить только о наших наблюдениях и результатах. Ну, здесь на слайдах показаны фотографии нас, просто и нас с некоторыми из наших информантов. Вот. Ну, собственно, вот приехали мы в экспедицию в Горноморийский район, в Мориэл, и с каким вообще положением языка мы там столкнулись, сейчас я скажу об этом. Но Горноморийский язык имеет в Республике Мориэл официальный статус, об этом даже вот написано в Конституции Республики Мориэл, государственными языками ее являются морийский в скобках горно-луговой и русский языки. Ну, осталось только понять, считает ли Конституция Мориэл, Мориэлский и горно-луговой одним языком или двумя разными языками в такой формулировке. Ну, какой-то статус, тем не менее, да, ему очевидно придается. У него есть литературная норма, но он, ну, так, наверное, лучше сформулировать, менее распространен, чем Луговой Мориэлский, да, который все-таки в пределах Республики Мориэл в целом является таким доминирующим. Ну, вот на следующем слайде показано, значит, наверху скриншот с сайта органов власти Республики Мориэл. Здесь вот есть русская и марийская версии, это видно вот надписи «Рус» и «Мар» в правом верхнем углу. Ну, марийская версия, там реально луговая марийская, гормарийская версия я на этом сайте найти не смог, ну, и вот какие-то вещи на сайте переведены на луговой марийский, какие-то, на самом деле, не переведены, существуют по-русски. Да, вот на сайте администрации гормарийского района Республики Мориэл, ну, никакой версии, кроме русской, я найти не смог, да, ну, про луговую марийскую они решили, что это не совсем видимо их, а гормарийской версии там нет. Ну, вот с другой стороны, на входе в Кузнецовскую школу, в которой мы жили, работали, табличка вот продублирована, да, и на русском, и на гормарийском. Ну, то есть на таком местном уровне, да, гормарийский язык в каком-то официальном статусе тоже иногда проявляется. На гормарийском языке издается художественная литература, есть СМИ, есть онлайн-ресурсы, некоторые примеры тоже покажу дальше. Но, опять же, здесь такое немножко доминирование лугового марийского, конечно, проявляется. Вот здесь курсивом на слайде приведен перевод фрагмента из текста, который нам рассказала на гормарийском сотруднице сельской библиотеки в Кузнецово. Ну, вот она говорит, что сейчас в нашей библиотеке много книг, большинство из них старые, новых книг мало поступает. Книги на марийском поступают, но большинство на луговом марийском, да, в гормарийский район, где говорят на гормарийском, а на гормарийском новых книг поступает маловато. Проводятся разные культурные и другие мероприятия на гормарийском языке, ну, с использованием гормарийского языка на этих мероприятиях. Вот здесь тоже на слайде приведен пример из программы такой конференции под названием «Игнатисты чтения», которая в гормарийском районе проводится уже долгое время. Ну, и вот видно, что часть докладов в программе заявлена на русском языке, часть на гормарийском. Ну, я сам в этой конференции несколько раз участвовал. Представление докладов на гормарийском. Там действительно иногда происходит, то есть это не то, что они написали заглавие такое, а выступают все по-русски. Нет, действительно, кто как. И статьи в сборной конференции некоторые потом пишут тоже на гормарийском. Вот на следующем слайде тоже иллюстрация контента разного, да. Вырезка из газеты. Это, собственно, статья в местной газете Жера про нашу экспедицию 2016 года, который написан на гормарийском. Литература издается тоже самая разная, да. С одной стороны, есть издание классики, ну, как, например, вот Тома Никона и Игнатьева, да, это один из таких классических гормарийских писателей, ну, который жил, ну, давно он ушел из жизни в годы сталинских репрессий. И, да, уже сейчас это такое вот издание классики в этом случае мы видим. С другой стороны, есть и разная современная литература, ну, вот как, например, на следующем, на следующей фотографии, да, роман «Криминальная повесть» авторства Виталия Петухова, в тематику которой, в частности, входит молодежная группировка ВЛЯ, коммерсант ВЛЯ, наркотик ВЛЯ, да, ну, понятно, о чем речь идет. Вот такая новость тоже просто попалась от 15-го года, что в Морел представили эстонский роман на гормарийском языке. То есть тоже такая современная деятельность по, допустим, переводу каких-то произведений, она может происходить. А разный интернет-контент на гормарийском языке тоже есть, и люди этим пользуются реально. Ну, вот, например, есть ВКонтакте «Каракмара» группа, гормарийская группа, на которую подписано 5,5 тысяч человек примерно, и вполне там есть какие-то и посты, и комментарии на гормарийском языке, и в том числе, ну, люди там из деревень туда заходят, и реально лучше что-то там на своем языке обсуждают. Есть такой вот YouTube-канал «Юлна ТВ», который ведут люди на гормарийском языке. Это местные просто, ну, некоторые языковые активисты из района, да, которые вот такой стали делать, ездить по деревням и снимать сюжеты, которые могли бы быть интересны носителям гормарийского. Ну, вот здесь видео, которое называется «Кровец им ям дэ дэш тем дэна», то есть «Учим готовить кровец», ну, это национальный мясной пирог гормарийский. Вот, есть тоже такой сайт, который хотелось бы лишний раз прорекламировать, елва.ру и группа «Электрон книга Гудо» ВКонтакте, это «Марийская электронная библиотека», там есть самые разные книги, художественные и нехудожественные, на горном и луговом Марийском ресурс совершенно замечательный, всем советую, кого эти языки и культура интересуют. А вот, по поводу преподавания, на следующем слайде приведен, ну, тоже перевод с некоторыми вырезками несущественной информации из текста, который рассказала учительница родного языка о том, как у них это преподавание происходит. Значит, она говорит, что в 11 классе это не, собственно, уроки языка, а уроки граммарийской литературы. С 1 по 9 класса есть уроки и марийской литературы, и языка, ну, суммарно там 2-3 часа вот этого марийского филологического цикла в целом, с некоторыми, да, вариациями по разным классам. Ну, вот считает учительница, что дети любят учить марийский язык, умеют делать фонетический, морфологический, статоксический, другие разборы, но не очень любят читать, ну, и, как она говорит, нет таких, кто говорит, зачем марийский язык нужен. Ну, и это было вот в 2016 году, этот текст был записан, там несколько, насколько я понимаю, позже этого был принят, вот нашумевший этот закон на языках, да, про то, про то, что преподавание родного языка может вестись только на добровольной основе, и родители, то есть, должны писать заявление, если они хотят, чтобы в граммарийских языках ребенку преподавали. Ну, вот в первые годы после этого родители такие заявления писали там послушно, то есть, каких-то массовых отказов не было, ну, надо, конечно, понимать, что ситуация подвижная, и риски того, что она пойдет в какую-то неблагоприятную сторону, и родители начнут, да, больше выбирать русский, она, конечно, не исключена. Вот, значит, граммарийский используется как язык повседневной коммуникации в селах, где мы были, достаточно широко, то есть, никакого там массового перехода на русский нету в семьях, да, в бытовых каких-то ситуациях, в магазинах, на работе люди на граммарийском говорят между собой, то есть, ну, там, директор, не знаю, директор школы, там, главный бухгалтер, да, при мне какие-то финансовые вопросы обсуждали на граммарийском, между собой совершенно спокойно и непринужденно, ну, и, в общем, не только при мне, для них это нормально. Ну, единственное, конечно, что если в ситуации участвуют представители других национальностей, ну, например, как он сотрудник РАНО русский, да, и участвуют в совещании педагогических работников, то они переходят на русский. Вот, передача языка детям, она пока что сохранна. В целом, сейчас я еще об этом поговорю, но вот движение в сторону русского языка, оно, конечно, есть, да, ну, этому способствует такая вот глобализация общая, конечно, этому способствует смешанные братья и переезд молодых семей в города тоже, да, если дети находятся в городе, для них, конечно, деминирующим языком становится русский. Ну, я далее скажу о наших наблюдениях, вот про эти все вещи. Есть вот так, что статья, которую я здесь написал, и название на слайде, «Шабыковы и коллег про статус граммаристского языка в современном обществе», в этой статье есть результаты социологических опросов, там, довольно, видимо, больших, ну, которые, в общем-то, соответствуют тому, о чем. Я сейчас скажу по нашему наблюдению. Вот, а, да, ну, еще такая вот вещь по поводу сферы употребления, которую стоит отметить, она, мне кажется, важная вещь, то, что гормаристский язык не привязан вот жестко к каким-то таким традиционным сельско-огородно-коровьим каким-то, да, сферам употребления, и совершенно про разные сферы, про разные вещи люди могут на нем говорить и говорят, то есть текстов среди вот нашей экспедиционной подборки просто про что только нету, на граммаристском, ну, вот один, например, текст, из него здесь приведен фрагмент про то, как человек купил сотовый телефон, что-то там поставил мегафоновскую симку, качал какие-то песни, потом там выяснял отношения с мегафоном, потому что у него много списали и так далее, я вот, ну, тут видно, может быть, не очень хорошо скриншот, я даже, наверное, на граммаристском сейчас это зачитаю, а не на русском, вот, он говорит сотовый телефон, ну, понятно, что безлимитный интернет ему сказать по граммаристу тяжело, но как-то вполне, в общем-то, такие вещи он может на родном языке говорить свободно. Или вот следующий пример, да, это текст про то, как носитель языка нам рассказал, что употреблять алкоголь вредно, потому что его употребление затрудняет достатку кислорода в головной мозг и из-за разных процессов, происходящих между ретроцитами и нейронами. Ну, вот на граммаристе, в частности, звучит как Ну, нейрон и элитроцит по-русски, ну, с граммаристской морфологией все это очень прекрасно в граммаристе текст облекается. А вот по поводу, значит, общения с детьми, вот что мы почерпнули, просто из социолингвистических анкет, которые мы заполняли, да, с теми информантами, кто с нами работал, значит, тексты, которые, вот выдержите, приведены далее, это наши собственные записи, ну, близкие, близкие к тексту того же, о чем, что сказал информант, да, непосредственно, ну, это не дословные цитаты из речи носителя на всякий случай. Ну, вот, в частности, в некоторой семейной паре с внуком люди говорят по-русски, потому что отец русский запрещает учить внука граммаристскому, да, вот такое есть, это как раз вот конкретно. Эта семья – это тот случай, когда внук с бабушкой и дедушкой постоянно не находятся в деревне и считают родители, что вот не нужен, вот там, родной язык, да, да. В семье на граммаристском внучка учат русском, совсем не говорят с ней на граммаристском, ну, то же самое. В каких семьях, с другой стороны, говорят, даже внуки понимают, говорят немного по-маристе, сами по-русски. Ну, да, какие-то носители говорили, что они стараются там с внуками говорить по-граммаристскому, ну, то есть кто как, ну, сдвиг какой-то, ну, не то, что, ну, не то, что, может быть, сдвиг, а движение, да, я бы сказал в сторону русского языка, но, конечно, начинает происходить. Вот, у учителей мы тоже спросили, да, вот, что они думают про владение детьми в школе, в основном они хорошо его знают, но есть два-три ребенка в каждом классе, которые же дома общаются по-русски, знают родной язык уже хуже. Да, есть мористы дети, которые только на русском говорят, и в том числе в семье, многие дети хоть и говорят на граммаристском, но используют больше русских слов. Вот, есть такие вот наблюдения, что, ну, разговаривают и так, и так, понимают, но вот могут все равно, как бы есть какая-то тенденция, что стараются переходить на русский, а те, которые младше, до шестого класса уже почти все говорят по-русски. Вот, ну, и, допустим, другое мнение, да, что в школе инмаристском на русском они говорят, в садике половина только по-русски разговаривает, при том, что мористы знают. Ну, есть еще такие мнения, что они владеют горномаристским языком, так сказать, разговорным, но делают там разные ошибки, да, когда пытаются на нем писать на уроках. Ну, впрочем, последнее можно было бы, наверное, про многих русских детей сказать, но вряд ли это о сохранности русского языка что-то говорит. Мы вот сами совершали туда некоторые рабочие поездки, и в том числе в тот период, когда у детей была учеба в школе, да, ну, вот детей, говоривших где-то на территории школы между собой по-грономаристу, видеть приходилось, да, вполне, и не то, что это какая-то была, как кажется, игра на публику, то есть я мог там быстро входить в школьный двор, и эти дети играли, меня не видели, но что-то на родном языке они вот друг к другу кричали, да, то есть он не ушел еще, язык полностью из коммуникации детей тоже, но всякие вот тенденции нехорошие, они, конечно, начинаются. Вот, повладение другими языками тоже интересно сказать, но русским они владеют свободно, но надо сказать, что вот если дети там, молодое поколение, городское поколение, да, наоборот, переходит на русский язык больше, то в старшем поколении, наоборот, горномаристе может на местный русский влиять, я покажу пример на следующем слайде, вот, но говорить, говорят, конечно, и по-русски понимают, понимают, это все понятно. Значит, луговой мористе, им вот понятие, ну, кому как, да, мы каких-то вот таких верифицируемых исследований взаимопонятности лугового и горного мористка не проводили, но в целом кажется, что лучшее владение им, оно вот коррелирует с филологическим образованием, ну, или с педагогическим, но в первую очередь с филологическим именно даже, то есть если человек учился там где-то в Вишкороле, и его там луговому мористку учили, он говорит уверенно, что там он владеет, понимает, читает, смотрит и так далее. Да, так сами люди говорят, что если они встречают лугового мористка, морейца, ну, когда-то могут поговорить каждый на своем языке, когда-то на русский перейти, в общем, когда-то как. Значит, что касается чувашского языка, то у него были очень тесные контакты исторические с носителями горного и лугового мористка, это описано в литературе, ну, например, там целая монография Федотова 90-го года этим вопросом посвящена, и многие другие работы тоже, но кажется, что это такая вещь, как владение морейским и чувашским, такая вещь, которая имела место, конечно, исторически, но очень сильно уже ушла. Вот перепись населения 2010-го года нам говорит, что владение чувашским указали только 0,3% горных морейцев. Мы спросили у наших носителей в селах, вот у 43-х человек, ну, как они оценивают сами свое владение чувашским, и оказалось, что из них 3 человека на нем говорят, 8 человек сказали, что они его понимают, 32 человек сказали, что они не владеют никак и не говорят, не понимают. И сами носители отмечают, что в первой половине 20-го века город Морицы и чувашские знали лучше, ну, потому что были смешанные братья, всякие торговые отношения и так далее. А сейчас, если такой смешанный брак случается, то, допустим, или поездка в Чувашию по каким-то бытовым делам, то и будут общаться на русском. Про татарский язык мы на всякий случай спросили, владеют они им или нет, вообще нет, и никак, ну, никаких татарских поселений там близко нет. Вот про местный русский я сказал, да, про контактно обусловленные явления, но так и тоже это интересный сюжет, которым планируется, ну, в ближайшие годы заниматься подробнее и применить не только даже к марийскому, да, что такие есть явления, особенно в речи старшего поколения, которые хочется начать связывать с контактами с родным финно-угорским языком, да, ну, например, летит согласование по роду и употребление родовых форм, например, женщина о себе, пожилая, может сказать, потом боялся рожать, да, может возникнуть сочетание типа нормальной кошки в речи, ну, потому что в финно-угорских языках, как мы все знаем, рода нет, и в русском он это немножко становится тяжело усвоить. Да, бывают сбои в отрицательных конструкциях, вот дорога нету, вот дорога у нас, ну, опять же, в горноморийском генетиве при отрицании никакого нет, для финно-угорских языков конструкция не характерна, в принципе, вот такое выбивается в русский, на самом деле не только, так сказать, горноморийский русский, ну, допустим, там в Мордовии, да, где доминирующий язык, там, азианский или макшанский, с похожим в этом плане морфосинтаксисом, проблемы такие же. Да, бывают, ну, некоторые сбои в управлении тоже, которые можно пытаться связывать с исконными разными структурами, бывают лексические кальки, ну, вот прекрасный совершенно пример, это когда мы в одной из экспедиций приютили котят в школе, вот где мы жили, поставили им, значит, мисочки, чтобы этих котят кормить, а утром увидели, что школьные работники эти миски выставили на улицу, вот, ну, вернее, не оказалось, что они их выставили, но увидели мы это не сразу, ну, вот спрашиваем мы у сотрудника школы, а вот тут были миски для котят, а куда их убрали, говорит сотрудник школы, что они на крыльце сидят, ну, мы спросили, а кто сидит, котята, в общем, выяснилось, что сидят не котята, сидят миски, потому что, да, вот глагол в русском языке, глагол стоять, вот в этом позиционной зоне такой широкий, да, у нас, ну, может стоять не только человек, но и там блюдца, да, например, которая не очень вытянута вертикально, но все равно стоит, а в граммаристском языке такой более доминирующий глагол, это глагол сидит, да, и вот здесь модель копируется. Вот, теперь, что касается лингвистических результатов наших, ну, я, конечно, не в состоянии за, там, 30-40 минут рассказа, да, вот сказать про каждую тему все, я дам сейчас некоторый обзор, ссылки, да, и приведу просто примеры исследований, ну, если кого-то из коллег-лингвистов будут интересовать результаты по конкретным темам, ну, можно, да, это, видимо, спросить после доклада, и я какие-то, какую-то чуть более подробную информацию постараюсь дать, ну, либо можно написать просто потом лично, да, если конкретные какие-то сюжеты вас интересуют. Вот, пока мы написали довольно много статей, конференционных докладов, да, они доступны все на сайте, адрес которого вы сейчас видите на слайде, и сами тексты работы там доступны, ну, как Сергей Георгиевич уже сказал, вначале у нас действительно в близких планах так, немало вопросов подсобралось, ну, да, вопрос, если какие-то мелкие, можно, наверное, кидать в чат, я это отслежу, если крупные, лучше, наверное, после первого доклада или двух докладов, как нам скажут организаторы. Вот, ну, высшая работа доступна на этом сайте, да, и в близких планах у нас действительно есть коллективная монография, там, может, практически все главы дописаны. Есть также корпус расшифрованных устных текстов со снятой с амонимией, но он не очень большой, там, 63,5 тысячи слов употребления пока что, да, ну, потому что все-таки, да, ручная такая обработка, она, конечно, снижает объем того, что этот корпус можно было бы загнать, его можно скачать на сайте тоже, там доступна база для программы Fieldworks. Сейчас, да, вот здесь, собственно, титульная страница нашего сайта, да, всех приглашаю заходить, смотреть, подписываться. Теперь, как про наш круг тем, да, я кратко скажу, мы, ну, немножко занимались фонологией, ну, на таком вот более базовом описательном уровне, только и это приоритетом работы не было, да, мы изучали устройство морфологии имени глагола, ну, которое достаточно хорошо, конечно, описано для мористых языков в целом, ну, какие-то частные отличия от данных, приводимых в публикациях, находились тоже. Мы занимались разными темами из грамматической семантики, именной и глагольной, это, да, если про имя мы говорим, это именное число, это дискурсивные функции пассивных маркеров, локативные падежи и послелоги разные, коммитативы, коррективы, да, конструкции с топоральной семантикой тоже, ну, типа зимой или вечером, да, у которых разные, есть свои специальные маркеры, свои особенности. Мы также изучаем глагольную грамматическую семантику, акциональность, временные формы, индикативы и ретроспективный сдвиг, ну, это так называемые аналитические прошедшие времена, с Элли и Эллен, да, то, что так называется в традиционных работах. Мы занимаемся также модальностью, глагольной множественностью и сложными глаголами. Темы по аргументной структуре и акционтным преобразованиям, они тоже рассмотрены, ну, валентностные классы, кузативы, медиапассивы и дейти, напоминаю, деривации. И тем по синтаксису подробно, да, разные люди занимаются, занимаются именной группой, свойствами ее компонентов, ну, то есть это разные базовые вещи относительно того, как имена и группы устроены в языке, да, какой там порядок компонентов, какие из них можно видеть своими зависимыми, какие нельзя, да, особенности пассивные. Изучали подробные неопределенные стремения, количество конструкций, конструкции с универсальными экваторными словами, изучали группы с послелогами и реляционными именами, так называемыми, ну, типа, вот верх, край и вот такие вот штуки. То, что очень называется серийной послелоги, да, в традиционных работах и сравнивали их свойства со свойствами нормальных именных групп, типичных. Из области синтаксис клауза, да, ну, были, опять же, рассмотрены разные базовые вопросы образования отрицания, вопросительных предложений именной предикации, например. Исследовалось также дифференцированное мортирование прямого дополнения, рефлексивы, сравнительные конструкции, конструкции симфатической частицы ОК, такой частотной и весьма полифункциональной в городе Марийском. Синтаксис полипредикации также рассматривался, ну, за сочинительные конструкции, ну, не только, конечно, они касаются полипредикации, но ее в том числе, конструкции с синтенциальными октантами, конструкции с депричастиями разными, относительно предложения. Вот, и мы, ну, в отличие, может быть, от некоторых других коллективов, да, не все из них такие темы рассматривают как сколько-либо приоритетные, мы занимаемся достаточно много лексической семантикой, это признаковая лексика, ну, разные прилагательные, да, и там связаны с ними наречия, как острый тупой, мягкий твердый, чистый грязный, прямой криво косой и так далее, и так далее, мы изучали глаголы с семантикой вращения, ну, типа вертеться, кружиться, и колебания, типа качаться, шататься, колыхаться, и, ну, вот эти конкретно лексические темы, они пойдут на графию, и ряд других тем по семантике предикатов также был изучен, например, это глагол бросания, позиции, закрытие-открытие, звучание и некоторые другие, там, на сайте, кому интересно, можете посмотреть работу об этом. Вот, сейчас несколько иллюстраций, просто, да, конкретных каких-то интересных вещей я совсем коротко покажу. Значит, первая иллюстрация касается сложных глаголов, но это такие конструкции с депричастием лексического глагола и с грамматикализованным глаголом, который привносит какое-то, ну, аспектуальное или вот какое-то еще другое такое добавочное значение в эти конструкции, ну, например, слово сочетание о малоньке, аж, значит, буквально спя уйти, да, а не буквально, значит, заснуть. А «шедэшкен колтаж» — это буквально сердясь послать, а, ну, по сути, рассердиться. Ну, это явление, оно очень хорошо известно специалистам по алтайским языкам, и ему там много литератур разной посвящено. Вот, ну, в марийских языках эти конструкции тоже продуктивные, часто, ну, с алтайским влиянием тоже связывается. Значит, наши предшественники про эти конструкции писали, что они морфосинтоксически слитные, ну, то есть это значит, что их компоненты очень плохо друг от друга отрывают в чем-то, ну, в частности. Выделяли несколько десятков таких глаголов типа вот «кэш» и «колтаж» в этих примерах, которые подвергаются грамматикализации, давали краткую справку о них. Ну, вот в 2016 году была защищена еще кандидатская диссертация Джереми Брэдли, которая ту область сильно, на мой взгляд, продвинула. Там рассматривается, в частности, сочетаемость грамматикализованных глаголов в корпусе. Ну, значительно больше данных, конечно, по луговому марийскому, чем по горному. Не всегда есть сведения частотности, не всегда есть отрицательный языковой материал. Ну, то есть это информация о том, как сказать нельзя на языке, что тоже может быть важно. Ну, и мы, соответственно, попытались что-то вот к этому всему добавить. Значит, ну, во-первых, в частности, мы выяснили, что у разных глаголов, которые подвергаются грамматикализации, ну, то есть теряют свое исходное значение, как в этом примере «амалан кеш», ну, глагол кеш, который буквально значит «идти», вот в этом примере он не значит «идти», он значит уже просто «вхождение в состояние сна». Вот, ну, вот, например, казалось, что глагол «шендэш», «сажать», который используется в таких конструкциях, он любит лексически глаголы со значением создания объекта или со значением накопления чего-то, ну, типа, вот там нарисовать что-нибудь, построить дом, собрать грибы, наложить там что-нибудь на сеновал, да, в сарае, не знаю куда, вот он сочетается с такими глаголами, с другой стороны, глагол «шуаш», «бросать», он сочетается с лексическими глаголами, имеющими значение деструкции, резать, рубить, убить, уничтожить, затопить и так далее, там подобные подробности есть тоже в разных публикациях на сайте. И, кроме того, вот стала видна такая вещь, которая не очень была видна в традиционных описаниях до этого, то, что конструкции со сложными глаголами, они часто предполагают интенсификацию как вот параметры ситуации, ну, того параметра, который вот для данного типа лексических глаголов релевантен чем-либо. Ну, например, вот глагол «шендэш», который у нас любит глагол накопления типа «собирать», конструкция с ним уместна в примере типа «1а», который значит «я много грибов собрала», да, здесь ситуация такая, что собрано большое количество ресурсов. Да, вот если ситуация противоположна, что собрано малое количество ресурсов, я совсем мало грибов собрал, а вот там употребить эту конструкцию невозможно, надо сказать просто форму глагола «собирать» в прошедшем времени. Да, глагол «кеш», он присоединяется к наименованиям разных процессов, ну, типа, например, «сохнуть», и если этот процесс достиг предела быстро, белье за пять минут высохло, да, там в жару, например, может быть, или уж там не очень мокрое было, и произошло высыхание быстро, то сказать «кошкин кен», да, вот с глаголом «сохнуть» и этим, в принципе, реализованным глаголом можно. Если был сыр, белье высохло только за двое суток, очень задолго, да, вот уже тогда сказать «кошкин кен» плохо, то есть эта конструкция с кеш важна именно, важна высокая скорость притекания процесса, то есть, ну, здесь такая интенсификация по параметру скорости происходит. Вот, еще одна иллюстрация – это императивные частицы, о которых писала Дарья Мардашова, есть ее статья большая на сайте нашего проекта, которую можно посмотреть. Да, я уже очень близок к концу, и сейчас минут три-пять, и все. Вот, это такие модификаторы императивных форм, типа «скажи-ка, дядя ведь не даром» русском, и мы изучали, как значение этих конструкций зависит от типа речевого акта, это там просьба, совет или разрешение, или что-то такое, и как это связано с другими употреблениями частицы. Ну, вот, например, частица «ай» при императивной, она, с одной стороны, может выражать вежливую просьбу типа русского «пожалуйста», с другой стороны, если она используется в контекстах разрешения или совета, то она выражает такое значение незаинтересованности, типа «ну, можно ли мне пойти гулять?» «Да иди уже, кто тебя держит, и не интересуйся ты меня». Вот, то есть она вносит, ну, по тому объяснению, которое предлагается в статье Дарьи Мордашовой, такой эффект дистанцирования говорящего, отсутствие коммуникативного давления на адресата, да, которое при разрешении может восприниматься вот как бы, как такая незаинтересованность, ну, подробно смотреть в статье. Вот, а частица «я» с другой стороны есть, например, которая имеет контрастивное разноупотребление не вне императивных конструкций, а в императивных конструкциях вносит такой эффект нетерпения. С одной стороны, либо используется, если как эта противоположная ситуация уже начала развиваться, то есть, ну, например, вот в седьмом примере «принесите мне эти бумаги», да, вот если сказать «принесите» с частицей «я», это «принесите уже», а вы его приносите, и вот я требую, чтобы принесли, да, то есть такое тоже противопоставление ситуации здесь вносится. Вот, опять же, за подробностями тогда уже отошлю в статью. Коротенькая еще иллюстрация, а лексику здесь, ну, интересный такой пример, что значение «громко» и «тихо» выражается в грандмарийском очень вот смежно как бы с другими разными полями, но в частности слова «громко» отдельного вот в тех селах, где работали мы, его, ну, толком и нет, то есть используется просто интенсификатор «когон» производный от слова «большой», это значит типа «сильно», и у них вот не громко говорить, у них как бы «сильно говорить», и тоже слово используется в контекстах типа «сильно болит», «очень красивый», как бы так вот «сильно красивый» и так далее, но тоже можно посмотреть, там моя работа на сайте за подробностями вот этого вот. Ну, в заключении, наверное, уже много говорить не буду, напомню еще раз ссылку на сайт, скажу о том, что задел какой-то с одной стороны есть, с другой стороны, можно много всего делать по тому, чтобы исследование грандмарийского языка и создание разных ресурсов для грандмарийского языка дальше тоже углублять. Вот, спасибо. Спасибо большое, Игорь Владимирович. Ну, наверное, мы позволим себе задать вопросы сразу к каждому докладу или в конце к обоим. Я боюсь просто, что, может быть, пока, так сказать, мы дослушаем второй доклад, вопросы к первому уже могут забыться. Ну, может быть, если более частные какие-то вопросы, то лучше, наверное, сейчас пока не забылись, если более концептуальные, может быть, в конце тогда. Да, так вот. Да, ну, пожалуйста, уважаемые коллеги, вот был Артем Федоринчик, хотел, мне кажется, что-то спросить. У меня, по крайней мере, я вижу пять вопросов, я их выстроил в порядке приоритетности, ну, просто чтобы не узурпировать время, да, то есть как только будут появляться конкуренты, я готов всегда подвинуться. Значит, ну, первый вопрос совершенно ожидаемый от меня, потому что я не только типолог, но и активист. Это делаете ли вы что-нибудь практическим, то есть описываете язык, это понятно, да, но помогаете ли вы, грубо говоря, в развитии языка? Ну, о какой конкретной помощи ты говоришь, понимаешь, но я бы считал, что написание, да, разных работ и размещения в публичном доступе, а языке, это, в общем, помощь в развитии языка само по себе, потому что многие, да, и комьюнити там до какой-то степени, они эти работы смотрят, и разные там преподаватели, исследователи и прочие смотрят, да, и там публикация текстов на языке, это, наверное, тоже помощь его развитию, да, но в этом смысле да, в смысле, что, ну, пытаемся ли мы на месте там организовывать какие-то языковые курсы для детей, да, или вот что-то такое, но такого мы не делаем. Ну, я скорее имел в виду, ну, если ты знаешь, то, что делает Даша Жорник и Вася Харитона в контексте мансийского, то есть они там снимали мультфильм, какие-то видеоблоги писали, вот что-то такое. Ну, нет, нет, такого мы не делали, у нас, ну, все-таки несколько других задач. Понятно. Значит, то, что ты перечислял в плане активизма, оно все-таки больше, как мне кажется, перекликается с местными какими-то вещами, в смысле, там, деревенскими и так далее. Есть ли городской активизм, ну, грубо говоря, какое-то сообщество в Дешкар-Але, которое что-то бы делало для развития языка? Ну, в Дешкар-Але есть некоторое количество, да, горных морийцев в институте, в университете, которые, соответственно, ну, занимаются тоже его исследованием. Есть люди, которые делают электронные ресурсы, ну, и для Лугового, и для горного морийского, для всего сразу, да, это Андрей Чемышев и его разные коллеги, с которыми он сотрудничает, ну, например, словарь Сладкова, они там, насколько я помню, поместили, да, в некотором электронном виде на свой сайт. Вот, ну, я бы считал, что это все-таки помощь развитию языка, да, когда вот электронный словарь завели. Ну, в плане языковых курсов каких-то горноморийского в городах, да, вот, то есть что-то такое, ну, вот, не знаю про это подробно, но и не то, чтобы какие-то примеры попадались под руку, честно говоря. Следующий вопрос. Ну, да, но я бы что отметил, они, конечно, морийцы, они очень активны все-таки в плане электронных ресурсов, то есть вот эта группа, да, электрон, книга ГОДО, про которую я сказал там, и на Горном, и на Луговом, арийском есть очень разные, очень приглашаю пользоваться, опять же. Простите, ради бога, я, наверное, все-таки должен извиниться, потому что, мне кажется, уже мы должны все-таки дать возможность второму докладчику выступить. Артем, я бы предложил, знаете, может быть, как сделать? Напишите ваши вопросы в чате, Егор Владимирович сможет на них ответить, и все будут это видеть. Хорошо. Так, ладно. Хорошо, спасибо большое. Вот, Ольга Евгеньевна. Дорогие коллеги, я рада представить второго участника нашего сегодняшнего семинара, Герман Юрьевич Устьянцев. Герман – выпускник нашей кафедры, он учился на кафедре этнологии в бакалавриате, в магистратуре. Еще в бакалавриате он выбрал в качестве своей тематики это финноугроведение. Позже его интересы сконцентрировались именно на марийском материале. В настоящее время Герман уже заканчивает аспирантуру Института этнологии и антропологии Российской академии наук. Тема его диссертации, которая вскоре, мы все ждем этой защиты, вскоре должна быть защищена, системы мифологических персонажей в идентичностях современных марийцев. При этом Герман поддерживает связь с кафедрой, он ее, собственно, не прерывал. Мы надеемся, что вскоре наши будут контакты на кафедре уже более институализированы. Герман неоднократно проводил полевые исследования среди марийцев. И вот об одном из таких фрагментов своих полевых исследований он с нами сегодня поделится. Тема его доклада очень актуальна и интересна. Традиционная марийская религия в 21 веке. Действительно, мы знаем, что у марийцев, в отличие от других народов по Волжье, всегда в большей степени сохранялась приверженность традиционным верованиям. Вот, собственно, об этом нам сегодня Герман и расскажет. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Герман Юрьевич. Сегодня у меня будет, скорее, более обзорное выступление, обзорная лекция, потому что основная моя тема исследования, как более прицельно, это мифологические образы персонажей в современной культуре, в искусстве, в СМИ, в том числе, в различных практиках и национальных движениях. Но сегодня я поговорю, может, кого-то познакомлю, кому-то расскажу более подробно о традиционной марийской религии. Все-таки, условно говоря, хотя это не очень правильно говорить, марийское язычество, марийская традиционная религия, МТР сокращенно, это своего рода бренд современных марийцев, современной республики. В СМИ часто называют марийцев последними язычниками Европы, наверняка такое выражение вы встречали. Сразу скажу касательно регионного исследования. Так, вот, предыдущий докладчик в основном говорил о Горномарийском районе, и, к сожалению или к счастью, но он не входит в основном в ареал моих исследований, потому что преимущественно это христианизированное население, но тем не менее некоторые культовые места, сакральные места, там присутствуют, они тоже включены в реестр, о котором мы поговорим. Основной ареал моих исследований – это центральные и восточные районы республики Мариэл, Южкарова, Звениковский, Маркинский район, Ворский, Советский район, Парангинский, Маритурекский район, а также это соседние субъекты, то есть это Нижегородская область и Кировская область, так называемые северо-западные морицы, как их часто называют. Но строго говоря, конечно, из языковой точки зрения, и с точки зрения материальной культуры, быта, все-таки эти этнографические группы корректнее было бы немножко разделить. Чаще сейчас говорят о Нижегородских морицах, Парангинских морицах и о морицах побережья Вятки. Вот такой не очень, наверное, удобный и понятный, тем не менее, перечень моих полевых регионов, где я успел побывать, относительно, конечно, непродолжительное время, так как я относительно не так давно занимаюсь все-таки морейской тематикой. Тем не менее, регулярно стараюсь осуществлять индивидуальные выезды, в основном летний период, используя методику насыщенного описания, насыщенного интервью, и, соответственно, большая часть моих респондентов так или иначе связаны с религиозно-национально-культурными практиками. Это работники музеев, это жрецкие карты, о которых тоже мы сегодня поговорим, это работники музеев и библиотек. Соответственно, немножечко статистических данных. Согласно опросу 2012 года, который проводил в Центр Среда, касался религиозной идентичности, по Марийской Республике всего около 6% относят себя к группе, которая исповедует традиционную религию своих предков, то есть поклоняется богам, силам природы и следует традиционным культам. На самом деле, конечно, посчитать количественно, как мы понимаем, лингвисты, но я думаю, здесь согласятся, количество верующих, приверженцев традиционных культов, довольно сложно, потому что есть очень большая группа населения, которая соблюдает эти практики религиозные, ходит в молельные рощи, вовлечена, скажем так, в религиозную деятельность, но не называет себя представителями малейской традиционной религии. Если мы говорим о локальной терминологии, то обычно приверженцев традиционной веры называют «чьи Марии», могут писать отдельно «чьи Марии», «чьи Марии слитно», «крещен Марий Блак», «крещённые Марийцы», «марийцы христиане», или, говоря, опять же, языком информантов, «марийцы, которые входят в церковь». Ну и категория двоеверцев, которые посещают и церковь, и молельные рощи. Очень часто эта категория, понятно, не отрефлексирована респондентами, они сами себя так приятно назовут. Бывает так, что человек, респондент, называет себя, допустим, «крещённым Марийцем», но оказывается, в ходе дискуссии, полевого наблюдения, что он всё-таки в рощи ходит. По той или иной причине он об этом не сказал. Бывает, что респондент называет себя «крещённым», наоборот, представителем «марийской традиционной религии», но при этом ходит в церковь, для него нет здесь какого-то серьёзного противоречия. То есть всё существует в рамках одной традиции. Поэтому разделять очень чётко, структурно на определённые группы верующих довольно затруднительно. Институализация «марийской традиционной религии», о которой сегодня пойдёт речь, она активно началась после развала Советского Союза в 1991 году, когда был создан «марийский религиозный центр Рош-Марий-Чи-Мари», в переводе как «белые истинные морицы». В 2007 году был создан централизованная организация «марийской традиционной республики Мари-Эл». Соответственно, сейчас традиционная религия «марийцев», ТМР сокращённая, считается официальной религией наряду с христианством и исламой. Большую роль в институализации, управлении религиозной деятельностью играют, конечно же, местные религиозные организации. Это, как правило, они называются буквально местные религиозные организации «марийской традиционной религии», дальше общины «марийской традиционной религии» «марийку Маутыш» по такому-то району. То есть по республике Мари-Эл на момент 20-го года было 13. Существует подобная практика и в соседних регионах тоже, в том числе в Башкирии, например, где тоже очень сильно развита, институализирована в «марийской традиционной религии», даже больше, чем в некоторых регионах, в общем, в Мари-Эл. Тем не менее, локальные организации, которых часто возглавляют жильцы, активисты национального движения, они большую роль играют в организации «марений», в организации культовых практик, о которых мы тоже сегодня поговорим. Хотелось бы начать с божества. Опять же, не буду влезть в историографию. Она обширна, многосторонняя, многоаспектна. Существует великое множество исследований отечественных, зарубежных, посвященных культам «марийских божеств». Преимущественно категории богов мы относим «ош-кугу-юма» или «ош-по-кугу-юма», «великий светлый бог», «великий белый бог», «большой бог». Вариации с разным переводом. «Шочинова» или вместе можно написать «богиня рождения», «тылза-юма», «ту-юма», «марда-шава», «мандэ-ва», «кечи-юма», «видява». Есть божества, которые отвечают, например, за очень узкий сегмент социальной жизни, например, только за праздник, как говорим, соответственно, ну как, не только за праздник, собственно, ему молятся и в связи с подородием, да, с сменностью с хозяйственных культов. Но тем не менее, так именуют, так говорим, юма, и молятся специально проще, как говорим, о-та. Никола Юма, вот пример синкритического культа, да, это Николай Чудотворец, который, в общем-то, в таком мифологизированном виде почитает довольно много динамитиков, известно, даже мы записывали, ну, это единичный был комментарий, то есть поручиться за его достоверность очень сложно, и респондентка была очень поживой, но вопрос, кому молитесь, она сказала Ивану Грозному. Ну, скорее всего, это такая контоминация культов, скорее всего, речь изначально шла о герое, в Морийском, который мог бороться с Ивану, это я уже не могу точно утверждать. В некоторых регионах существует, и тут пропавочка, существовала традиция молениям Кереметка, образ, статус которого в Морийской мифологии очень сложен, варьируется в зависимости от региона. Восточный Морийцев он распространен чуть больше, такой родовой культ. В общем, да, в таком культурном пространстве Морийцев, его рассматривают как божество антипод, демиоргу, богу юму, как злого духа, да, или цитата по шкаленной Морийскому культурологу, это бог непроявленного зла, то есть ему могут молиться для того, чтобы зло не произошло. Но в рощах ему молятся крайне редко, я записывал свидетельство о рощах, который называют Кереметища, якобы там есть или были про такие практики, но обращаются к нему в очень специфических случаях, и как бы лучше к нему обращаться, с таким протекстом, скажем так. Но в основном его ассоциируют все-таки со злом, как бы это такой злой дух. Если мы говорим о практиках молений, то карту жрецу часто приходится перечислять большое количество имен божеств, соответственно, вот заметил такую интересную подсказку, перечень имен божеств, которым может пользоваться в течение молитвы, упоминая их, чтобы немножко ничего не перепутать. Говоря о молильных, еще вернемся к молильным текстам, и даже, я надеюсь, получится немножечко посмотреть и послушать, буквально там очень маленькие видео, надеюсь, что они будут хорошо всем слышно видны. Также в современном пространстве культурном есть практика с сакрализацией металлогических персонажей. То есть, условно говоря, культы, которые изначально не считались божественными, скорее это марийские князья или паттеры, марийские богатыри, полу-легендарные, но скорее все-таки обычно их называют легендарными, не историческими персонажами. Например, такой, как князь Боутуш или Боутуш или Полтыш, если в оригинале, распространенный его культ Кировской области в Маморском районе. Они в этом же районе, совсем недалеко, культ героя, как его называют, Акпатора. Ну, про Боутуша известно чуть больше текстов, он считается князем историческим. С Акпатором сложнее. Боутуш вроде как противостоял захвату Марийца в 16 веке, и с этим связано очень много эпических и легендарных текстов. Акпатор вроде врач, он же правитель, не совсем понятно. Тем не менее, уже в нулевых годах в честь этих божеств, условно, околорка героев были установлены вот такие сакральные объекты. Объекты – это камни, камень Боутуша, например, на Боутушной горе. Никак это пространство, скажем так, пространство неизвестно было в локальном фольклоре, как место явления этого культа, как место поклонения. Ну, согласно одному из нарративов, он где-то там захоронен на Маморском холме. Памятник Акпатор поставили у кладбища, вот что интересно. Этих героев почитают, есть специальный день, день национального героя Республики Мариял, 26 апреля, считается днем рождения Боутуша. В этот день проводят мероприятия, посвященные этим культам, в том числе и моления при части картов. На карты прижицы присутствовали на открытии этих памятных объектов. Но, опять же, респонденты очень двойственно характеризуют вот эти культы, когда пытаешься от них добиться. Все-таки вы им как бы поклоняетесь, или вы к ним верите, что вы им спросите. Ну, в ответ довольно раскрывчатые формулировки. Вроде бы как поминают, почитают. Это все очень похоже на молельные практики. Например, вот за памятником Акпатора мы видим вот такую рощицу. Это все кладбище, причем кладбище, но христианское здесь. Бывают языческие, но это христианское. Соответственно, вешают палатки на деревьях с просьбой помочь. Обычно справятся с болезнями, дать силы, дать успеха и так далее. Интересно, что рядышком с этим же памятником установлен памятный камень бизнесмену, который, на чьи деньги этот памятник был построен. То есть буквально рядышком с оградой, где расположен памятник Акпатору. Если мы говорим о текстах молений, то сейчас да и ранее в открытом доступе можно было найти эти молельные тексты. Часто на самом деле авторы делают отсылки. Например, в книге Марико Малтышмута 1991 года автор Никандр Попов делает отсылки к источникам, откуда он записал эти тексты. Соответственно, тексты молельских молений можно найти в интернете. И довольно много. Ну вот, как пример, моления из книги, текст молений из книги Попова. Как обычно выглядит структура этого текста? Текст читается все-таки как там вкусно, но про себя часто ему могут повторять и другие члены общины, которые на молении присутствуют. Тачи Кичин. То есть в этот день Иклайкан Жденек, собравшись вместе, то есть как бы обращаясь к Богу-предопределителю, выйдя из дома, и дальше идет перечисление обстоятельств этого моления. То есть уна-пушин-ден, установили священное дерево, ра-шаги-шарен, шей-мен-гер-э-шу-гал-тен, чевер-пу-ру-гар-кам-шин-тен и так далее. То есть вот, кстати, перевод буквально, собственно, зачем это делать сейчас нет. Сначала перечисляется обстоятельства, по какому поводу, какой день, к какому Богу обращаются молящиеся. Потом описывается обстановка, то есть что мы им принесли, свечи, как правило, это серебро, монеты, конечно, мясо по более крупным молениям. Если это, допустим, родовые, деревенские, все малейские моления, могут принести в жертву птицу или скотину. Вот такой пример молельных текстов, которые можно найти даже в интернете, но они идут совершенно без авторства, не очень понятно, откуда они заимствованы. Формулировка молений довольно произвольная. То есть карты, например, читают часто не с текста, не с бумаги, они воспроизводят этот текст, стараясь просто сделать это складно и достаточно быстро, не делая запинок, как я пытался выяснить в коде исследователей. Сейчас я постараюсь, если это будет хорошо видно и слышно, надеюсь, то включить видео, если вам будет видно. Коллеги, что-нибудь видно на экране? Ваш последний слайд, я боюсь, пока только виден. Пока только он. Хорошо, попробую тогда еще чуть позже к этому вернуться. Надеюсь, что будет быстрее немножко. Моления можно подразделить на ситуативные, условно говоря, моления, которые вызваны какими-то специфическими обстоятельствами. Падеж скота, болезнь, погодное явление, засуха, праздничные моления, ГВРМ, СЕМОК, понятно, это аналог русского праздника славянского, СЮРЕМ, СЮРЕМ, через Ю, через ПИ может писаться, праздник летнего урожая. Частные семейные моления обычно проходят дома, это есть категория домашних молений, по случаю похорон, рождения детей, по случаю свадьбы. Но карта жреца обязательно приглашает. Могут обращаться к духам рода и даже к божеству загробного мира. Есть КИАМАТ, САУШ, КИАМАТ, ТЮРА, это божества, отвечающиеся за загробный культ. КИАМАТ, САУШ, забирает, условно говоря, духов умерших, приводит их в дом. По словам респондентов, чаще молятся КИАМАТ, ТЮРЕМ, то есть это хозяин, распорядитель загробного мира. Так, касательно молельных рощ и их трансформации, что интересно. Здесь мы видим молельную рощу в советском районе. Она происходила в таких довольно экстремальных условиях. Это была пандемия, очень многие не пришли на эти моления. Строго говоря, там были только карты и несколько исследователей, потому что автобус, который должен был приехать с туристом, не приехал. Представители локальной общины тоже. Их было бы и так немного, то есть это максимум 5 человек ожидалось. Достаточно трудно доехать к этому, и обычно молельные рощи находятся в не самых доступных местах, очень трудно обнаружить. То есть это были такие камерные моления 18 июля. Скотину, птицу не приносили жертву. В данном случае мы видим более расхожие продукты, более экономичный камерный вариант молений. Это обязательно коммонна блины, это хлеб и зажженный свечной квас, конечно же. Обратите внимание, что в этой роще есть идово-деревянные, которых изначально в марийской культуре не предусмотрено. То есть это новаторство местного карта. Он сам вылезает из дерева, это образы, которые он видит. Соответственно, он устанавливает их как бы вместо священного дерева. Получается так. От кюсеток бывают в разных категориях. Они, опять же, условны, потому что часть местных жителей может сказать, что это общинная роща, часть может сказать, что это их родовая роща. Очень много рощ, которые уже не используются по прямому назначению. Дело в том, что я в этом году участвовал в экспедиции Республиканского музея, который заполняет паспорта на эти общие, соответственно, как на объекты, которые охраняются местными властями. Как культурный объект. Соответственно, путешествиями и разъезжая вместе с ними по деревням, общаясь с условно-сторожилами, мы выяснили, что очень многие не помнят, для чего эта роща была. Тайна и на роща была предназначена. И в таком случае большую роль играет решение карты. Если карта решит, что здесь была роща, он видел это где-то часто, кстати, во сне, либо ему сказали в гонке духе, каналы информации довольно сложно здесь добиться, скажем так, откуда карта взяла эту информацию. Тем не менее, он с довольно таким завидным упорством искал рощи, находил деревья унапу, которые им, кажется, были сакральными, очень часто сомневался, перевешивал табличку с одного места на другое. Но вот мы видим Агавай-Рэм, это мольбище, специально обозначено, чтобы сюда не входили посторонние, соответственно, используется только во время праздника Агавай-Рэм. И вот интересно, видеовакуума, это не совсем роща, это, опять же, ноу-хау карта, как бы пространство рядом с ручьем, где, по его задумке, должны проводиться моления в виде богини или духу воды. Соответственно, рощи бывают очень крупные, ми-рота, общинная роща, тукэ-мота, родовая роща, куда ходят, обычно, несколько семей, еши-мота, семейная, рощи, которые функционируют только раз в году. Соответственно, существует практика их открытия ритуального и закрытия. Агавай-Рэ-мота, сурэ-мота и, опять же, кереметища. Они очень понятны на значение этого культового места. Есть версия, что кереметищами, особенно в XIX веке, и в XIX веке, в историографии часто так называют все рощи вообще маринские. Но, возможно, это проникло за счет, опять же, такого русского обозначения этих рощей, довольно обобщенного. Кому-то поклоняются все-таки керемет, то есть такой персонаж отдельный, как культовый, как предмет культа или нет. Ну, эта информация варьируется в зависимости от региона и даже в зависимости от деревни. Существует определенная практика по защите этих культовых объектов, которые проводятся местной властью и не только местной. В 1993 году вышло постановление правительства Республики Малиэл о мерах по дальнейшему обеспечению сохранности церковических памятников культовых мест. Соответственно, большая работа была пройдена в 90-х годах по кодификации, по спортизации Малиэльных рощ под охрану местных властей было взято 327 рощ. На самом деле их больше, просто многие из них уже не используются со всем локального назначения, куда входили, допустим, на момент сбора материала представители одной семьи определенной, соответственно, их уже под защиту не ставят. Ну и в дополнение закону 2002 года об объектах культурного наследия Народов Российской Федерации и закон Республики Мариот 2003 года о сохранении объектов культурного наследия, согласно которым для Текроши вводится региональная категория охраны. Соответственно, и кодификация, и паспортизация этих объектов, и практики, связанные с их обозначением на картах, в паспортах, которые собирают сотрудники, имеют какого-то трагматичную цель. Градить это пространство от застроек, от проведения каких-то мероприятий нерелигиозного, несакрального характера. Соответственно, мы видим одно из распоряжений касательно священной рощи в Карамасах, Томожский район, Мариел. Здесь четко прописано, что разрешается делать в этом культурном объекте, какие работы позволяются. Соответственно, все, что связано с религией, культом, да. Но запрещается проведение каких-то строительных земляных работ, хотя они часто в таких местах находятся, что довольно трудно себе это представить. Запрещается лесная вырубка, вырубка ценных пау дерева, и, соответственно, загрязнение. То есть за это будет уплачиваться штраф. Но при этом существует некий иной уровень защиты, условно говоря, этих сакральных объектов. Это санкции со стороны местных жителей, право моральное, неформального характера, то есть осуждение, распространение нарратива о том, что нарушитель этих условных религиозных запретов ждет смерть. Тот, кто зашел в рощу, сорвал там дерево, ветку, или даже на мусоре, на слое, соответственно, человек может заболеть, заболеть из его семьи, то есть своего рода такого ритуального проклятия. Таких нарративов очень много, особенно часто в них фигурируют представители не марийской этнической группы. То есть обычный такой расхожий мотив в советское время рубили рощу Морицы, отказались, ее срубили татары или русские подрядчики. Соответственно, все заболели и умерли. Как я уже сказал, большой роль в обозначении этих сакральных объектов в их создании и воссоздании играют карты. Мы еще сегодня о них поговорим. Обычный мужчина в таких головных уборах. Он мог бы его тут снять, скорее это для фото было сделано, чтобы обозначить его, что он карты. Он прибивает таблички, я ему в этом помогаю. То есть традиция, которая воспроизводится здесь и сейчас. Ну, посмотрим, насколько это будет разделено представителям локального сообщества, будут ли они регулярно ходить в рощи или нет. Интересно, что мы в ходе исследований записывали такие названия рощи, например, Юану вот так. Мы так думали, что за Юан, божество или праздник. Потом Карл нам сказал, что ему как-то приснилось, что вроде как здесь был какой-то Иван. И в честь него вот эта роща названа. Это непонятно, то ли какой-то Карл, который здесь жил, либо глава какой-то общины местной. Даже в честь имен могут называться рощи. Обязательно в роще должно присутствовать священное дерево. Он окул, это культовое дерево. Но опять же, какое дерево считается культовым, зависит от божества и от локаций. С культовыми могут считаться березы, либо дубы, реже ели. Есть версия, что ели – это вот как раз категория керемета. Это вроде как не совсем белые светлые боги. Ну или боги нищего характера. Встречается деление на условно-мужские и женские деревья. Включено дуб мужской, либо береза женская. Но это далеко не везде. Большую роль, как я уже сказал, в институализации и проведении молений играет карта. Соответственно, это преимущественно мужчина. Это только мужчина. Но моления могут проводить и женщины. Особенно это было актуально для послевоенного времени в некоторых районах проживания морейцев. Например, на Вятке в Кировской области нам такие нарративы рассказывают. Когда совсем было очень мало мужчин, культовые практики в принципе не воспроизводились. Карта была очень мало в советское время, по понятным причинам. И часто это было подпольно, неклассно. То есть традиция на какой-то момент прекратилась. В 90-е годы, в начале 90-х практика молений снова появилась. Соответственно, возникла потребность в новых служителях пульта. По правилам морейской традиционной религии должны быть мужчины. Возраст не столь важен. Но обычно это средний или поживой возраст. Интересно, что человек может стать картом по самым разным причинам. Не всегда это понятно с рождения. Вот, например, в таком нарративе мы видим, что карт, один из моих респондентов, стал заниматься культовыми практиками. Искры чувствовать противоречия скорее. Ему не понравилось, как проводят обряд. Видимо, у него семья была верующей на тот момент уже. И какие-то обряды дома воспроизводили. Соответственно, показалось, что местный карт, условно, халтурит, он занял его место. То есть, ну, здесь нарративе отражено. Он стал моление проводить сначала с мамой, потом уже самостоятельно. Женщины могут помогать проводить моление, даже являться организаторами моления. То есть, собирать, объявлять общение о том, когда и где моление будет. Но все-таки читать молитвы и выполнять подношения должны преимущественно карты мужчины. Но, опять же, повторюсь, в поствоенное время могли просто собраться женщины. Мы такое записывали. Выйти в поле, приготовить каши и обращаться к местным божествам. Вот второй пример, второй нарратив. К карту приснился такой своего рода вещий сон, какой-то инсайт. Причем он видит это в таких образах милитаристских, что ему надевают погоны, как бы дают ему полномочия, что теперь он будет проводить моление в этом регионе. Соответственно, он белый цвет. Здесь скорее является символом марийской культуры, марийской традиционной религии. В роще принято ходить в белом. Карту надевает все белое. Соответственно, он как бы эту эстафету пеет. В районе может быть несколько картов. Один помогает, а другой осуществляет моление. И обязательный их атрибут – это головной убор вытянутой формы. Его не должны давать выкингам. Карты нельзя не трогать. У нас несколько отказов было уже. Соответственно, есть практика институциализации деятельности картов. Существует верховный карт Марио. Есть такая вроде как официальная должность. До 2017 года официально был Александр Таныгин. Но часто его сейчас по ошибке или исходя из его авторитета в среде религиозной, его чаще в СМИ тоже называют верховной картой. Хотя вроде как уже он им не является. Ховная карта – это по совместительству от глава религиозной общины Марио. То есть это одно лицо. Верховная карта присутствует обычно на открытии важных каких-то культовых памятников, объектов сакранизации. Вот опять же, памятник Отушу, Акпатору и так далее. И, соответственно, он проводит все марийские моления Тюняку Малтыш. Куда собираются СМИ, пресса, карты из других районов. Да, и выстраивается только своего рода иерархия. Интересно, что есть карты общие марийские, есть карты в отдельном регионе. Интересно, что появляется практика институционального образования карт. Началась она не так давно, в 2018 году. Это инициатива все-таки Южкаролинской организации традиционной религии. Конкретно есть организатор, опять же, женщина Эролида Степанова, которая проводит, организует моления, занимается развитием мунической культуры. У нее центр вышивки есть, продает она сувенирную продукцию. В частности, занимается вопросом марийской традиционной религии. Соответственно, при участии сотрудников МАРНИ проводились. У вас сейчас, честно говоря, не знаю, на данный момент, в данном году проводились они или нет. Но в 2018 году такой набор осуществлялся. Я общался с картами, которые вы заканчивали, и выдавался диплом. И изучали, трудно не сказать, что они там изучали. Все-таки это платные закрытые курсы. Но я так подозреваю, согласно словам респондентов, что марийских богов, особенности марийских молитв, опять же, какие бывают рощи, какие бывают сакральные объекты и так далее. Все-таки я немножечко еще раз попытаюсь счастья включить видео. Может быть, это сейчас получится. Я боюсь, что нет. Действительно, нет. А вы когда демонстрацию экрана включали, вы поставили там галочки внизу, там что-то про звук, там что-то, я не помню точно это сформулировано. Вот вы нажимаете на зеленую демонстрацию экрана внизу, у вас такое окошко выплывает. И там, если в выплывающем окошке поставить внизу галочки, может быть, лучше будет. Попробуйте сейчас отключить демонстрацию, а потом еще раз ее включить. И поставить все галочки, которые можете. Так, хорошо. Сейчас, одну секунду. Так. Демонстрация. Совместный доступ к звуку, да, видимо, вы имеете в виду. Все, теперь там чуть ясно, чуть теснее. Может быть, еще оптимизировать для видеоклипа или что-нибудь в таком. Какая-то есть вторая. Вот попробуйте на все, на все, там внизу. Да. Так. О, другое дело. Обратите внимание, тот, кто говорит сейчас, получается, справа от нас, пониже ростом, то основной карты советского района, а рядом его помощник. Продолжение следует. соответственно класс сначала был принесен зеркал со словами но потом надо все таки как-то утилизировать то его выливают рядом с рощей оставшуюся еду и классы там делают всегда то что остается молениях участники либо съедают на месте либо уносит с собой но это обязательно должно быть употреблено в пищу но соответственно разрешение моления вот такой обряд просят не допустить зла то человек где причине богов потом здоровье счастье не допустить зла хранительной функции как мы интерпретировали выполняет вот этот обряд с обнесением огня вокруг на по периметру и простукиванием в металл один ничуть несет и горящий предмет другой карте помощник стучит в топор ну и соответственно это помощник как раз сотрудника музея который тоже является молиться ведет съемку учет этих рощи но его одновременно с этим как бы участвовать в этих практиках то есть я не могу сказать что он был как бы отрешен допустим нас все-таки для него это нечто близкое понятно и он довольно очень включен в сам процесс а потом также описывают рощи проводит паспортизацию записывают обряд ну и в ходе молений сейчас это не попало на видео карт просим ночи защитить от эпидемии 19 такая тоже новая тенденция на соответственно помочь там каждому в его работе учебе когда то есть просьба могут быть персонифицированы после такой официальной части соответственно следует уже более индивидуальные просьбы даже они подходили несколько раз просили показал что они что-то сказали неуверенно повторяли просьбы вот так хорошо что получилось хотя бы визуально показать ему кажется слышно было возможно не очень в целом вот такая обзорная была тема по современной мемористской религией и ситуализации благодарю за внимание если есть вопросы касательно допустим моления каких-то определенных объектов ландшафта сакральных так далее с удовольствием отвечу дорогие коллеги пожалуйста вопросы вот мне кажется был в чате вопрос от пользователя с ником хонор 718 как крепятся таблички на деревьях не гвоздями ведь в роще нельзя губить священные деревья нет ли здесь противоречия и моления это для туристов только вот такие вопросы да спасибо за ответ за вопросы я в общем то то о чем я хотел сказать но не сказал большое спасибо действительно эти таблички крепились гвоздями и кто со мной был экспедиция из марийского музея кандидат наук тоже в общем она разбирается но при этом является сама марий она сказала разве можно так делать разве можно портить на полу священное дерево гвоздем металлом обычно вешают таблички просто на веревке на что вот местный карт сказал что у меня так я можно соответственно здесь очень много зависит от говорю от карты его личных иногда не совсем понятно откуда взявшихся представлений на религии наверно больше интуитивных моление только для туристов вот это моление которое вы видели она скажем так оно было бы проведено и так ожидалось туристическая группа действительно верно и немного человек с района но обычно здесь уже нет такого разделения на моление часто особенно если в городе в поселке находится экспедиционная группа могут позвать на моление здесь нет страшного противоречия то есть это временно будет и сакральная функция выполняться в то же время привлечение внимания потому что карты современной как раз таки очень против освещения своих практик в сми в научной литературе то есть они активно выступают и можно видеть по ютюбе по телевидению какие-то и съемки с малине тоже тоже не так табуирована наверное настоящие дни спасибо дорогие коллеги какие еще есть вопросы у меня тоже вопрос есть можно конечно да да скажите а в советское время вот эти практики все вообще как поддерживались не поддерживались или они совсем там угасли и возрождались 90-е только они угасли во многих регионах очень многих регионах не было картов как вспоминают их не моления могли бы проводиться дома либо эти функции некоторых местах проводили женщины но редко мужчины да могу быть такой какой-то старейшина условно уже как бы такой глава мужчины администрации еще мог на себя брать такую функцию но все так красочно и ситуализировано стало именно в 90-е когда четко в районе должны быть свои карты обязательно там один а лучше несколько это тенденция уже чисто 90-х годов просто вот про допустим тексты молитв которые они публикуют мне тоже интересно то есть это что-то что было ну вот задокументировано так сказать аутентично там когда давно и просто перепечатано в современной орфографии но при этом сохраняет формулы фольклорные или там старые особенности языка или это какой-то новодел так сказать который сейчас вот но может быть как бы вот раньше эти тексты были не совсем такими понял нас в сборниках встречаются отсылки к ранней этнографии конца 19-го года то есть какие-то тексты перепечатываются с указанием а есть тексты молений ну например его текст его который он воспроизводил мы не знаем перепечатывают в прессе в специфической литературе то есть на самом деле это мне кажется довольно вольная интерпретация опять же там это все-таки текст не поэтический прозаический здесь главное просто учесть какую-то определенную структуру довольно несложно но слова карты используют довольно сложно вот что интересно многие говорят что не так просто не поймут можно как-то прочитать на слух воспринимать тяжело вот а еще вопрос просто интересно вот мы были этим летом вот в тушлинском районе да у тушлинских удмуртов в экспедиции у них тоже все эти религиозные практики очень развиты хорошо и там их исследовали фильмы снимали вы как то с работами плане то что я вот улуса ее коллеги делали вы знакомы или вы ими не занимались он может там его иметь ввиду вот именно по тушлинским удмуртам да там ева тулус много всего писала и серию фильмов она сняла вместе с нет к сожалению конкретно там нет только информация будут муртских каких-то моленьях через передачу наших информатор что-то тоже есть соседям часто соседство особенно на вятки и да мы знаем записываю что в том же там маломышеском мужемском районе есть практики какие-то здесь даже организации неформального до которые могут собираться но про рощи мы вот такого не наблюдаем по крайней мере в марийских регионах сто процентов есть некоторых местах я думаю встречаются где через полосно живут на улице но мне как у меня это не касалось ну может вам просто интересно будет сравнить вот в будущем да вот ева тулус завод вот женщина которая занималась они сняли несколько фильмов про удмуртский маленик и просто тоже прямо они снимали обряд но нам дали диски с ними я все хочу попробую чуть что нибудь сделать копируется не копируется оттуда эти фильмы если копируется могу скинуть вам ссылка да спасибо но не но про просто просто не знаю пока умеет диск делать или нет если они интернете всего я уже нашел его тулус ахах смотрю дорогие коллеги просто кто-нибудь может быть что нибудь хочет еще спросить я слушаю оба доклада отметил может быть такой мета вопрос адресованный к обоим закладчикам и лингвисты ну и вот как и этнологи по всей видимости сталкиваются работая в поле с одной и той же проблемой по крайней мере с одной и той же ситуации она может быть более проблематично может быть менее проблематично лингвисты пытаются получить информацию о социолингвистической ситуации о том сколько собственно есть носителей например языка который мы исследуем и сколько из них какие носители этнологи но вот в данном случае вот как мы видели из доклада германа юрьевича им нужна информация о том как распространены там те или иные религиозные практики в данном сообществе мы сталкиваемся мы лингвисты все время сталкиваемся с тем что какие-то данные о количестве носителей да и степени владения языком всегда расходятся с реальностью и судя по всему это происходит происходит благодаря тому что напрямую поставленный вопрос как вы владеете своим языком которые часто задаются лингвистических анкетах носитель языка находящегося в такой пограничной ситуации скорее склонен отвечать приукрашивая действительность в реальности человек может слушать несколько слов от бабушек и дедушек но он себя воспринимает как полноценного носителя просто всего всего своей этнической принадлежат на чем я говорю это и есть язык такой вот я подозреваю что этнологи работая со своим материалом сталкиваются с в общем довольно похожей ситуацией когда самооценка которая отражается в ответах на вопросы анкет на как бы интуиция по поводу собственной компетенции той или другой но она не совсем точно отражает реальность вот интересно есть ли у нас на улин висок уютного в какие-то общие возможности делать такого рода наиболее точно да если какие-то какие-то приемные техники которые одинаково применимы в той и в другой области у вас может быть были какие-то наблюдения и мысли на эту тему можно да я скажу интересно немножко от резонировали ваше слово по поводу того что если форматы часто немножко переоценивают да свою компетенцию определенную я думаю что коллеги и многие согласятся когда изучаем религиозные практики миф фольклор часто бывает наоборот то есть информанты как бы себя статус носителя снимают передают его обычным зону сторожилам которые там оказывается что вообще хуже осведомлены чем вот наши с которым мы общались только что люди не наоборот как-то очень редко как раз исключение ставят карты национальные активисты кто свободно говорит о религиозном идентичности процесс культовых практиках мне кажется что довольно сложный действительно вопрос как сделать это как-то активизировать материал мне кажется что в плане этнологии насыщенное писание включенное наблюдение тут единственные на данный момент классические но адекватные способы работы с ходом потому что одних опросов анкетирование конечно недостаточно само собой ну вот закончили да герман но вот у нас ну языках типа горно-марийского до таких живых все-таки не то что эта проблема есть но потому что с детьми с младшим поколением все-таки изначально не очень любим работать да и работаем со средним и старшим поколениями которые заведомо говорят а на север ну коме хантом да вот сколько по крайней мере я туда ездил но пока не начнешь не работать с человеком не поймешь мне кажется зачастую да то есть бывает что рекомендуют некоторую там воспитательница в интернате да который ханта по национальности как информанта ну вроде говорит а потом выясняется что какие-то совсем простых вещах она начинает плыть да но иногда это можно может быть по биографии человека предсказывать до какой-то степени ну то есть если на севере допустим про человека известно что он там всю жизнь жил в оленеводстве а в поселке живет последние пять лет на пенсии да то скорее всего он владеет прекрасно потому что да такая сфера в которой это язык основной вот но бывает такой маркер но опять же это не касается горных мориц это касается севера это носит или не носит человек национальный костюм повседневно да вот конкретно если мы про хантов или про кумижемцев творим но это не стопроцентное правило но так как реляться что если вот бабушка как-нибудь ходит по поселку в своем вот именно национальном костюме то скорее всего что с языком у это бабушки все в порядке потому что человек такой который за своей культурой своим языком что называется следить ну просто опять же некоторое такое наблюдение возможно не то что строго технику я просто вспоминаю собственно который был в городе мы тогда приезжали в экспедицию изучать такой по баларский диалект алтайского как он обычно на самом деле отдельный язык не за долгу до нас куда завтра там побывали коллеги из новосибирска ну и провели какие-то привели какие-то социалистические анкетирование вроде по их данным там должно было быть около 200 носителей но мы приехали 200 носителей нет их поминя дай бог 20 вот просто это пример который как мне кажется показывает что и там и сям нужны какие-то более или менее правильные такие инструментальные может быть даже способы верификации им позиции по поводу собственной компетенции да вот тем временем я видел что что толгас хаснадинов подымал руку потом мне кажется он отпустил руку но появилось его сообщение в чате пожалуйста вы можете вы можете задать вопрос если вы здесь да я хотел спросить у первого докладчика я конечно не услышал к сожалению имени они не кажется что вообще существование двух марийских языков это такой дуализм который не очень хорош что в таком плане вообще вы такие идеи что нужно морейский язык объединить все-таки по умолчанию все таки луговой по понимается под по умолчанию потому что я в этом не помню а в этом в этом или прошлом году уже не помню был марийский книжном изнательстве там большая часть книг которые на продаже там именно луговой морейский язык неужели горный морейский настолько отличается что нет единая литературная норма вообще говорю что когда два две версии одного и того же языка то как правило это провал может быть особенно если это маленький язык идет ну вы знаете я бы не вот лично просто свое мнение могу сказать я бы не сказал что это провал и я не считаю что надо объединять потому что важно чтобы то что звучит там из телевизора да как литературная норма или там где-то преподается имел отношение к тому на чем вообще эти носители говорят дома да и как повседневная речь потому что очень ну часто ситуация там по стране в целом что преподаваемая какая-то разновидность языка она отличается довольно серьезного тот языка разговорного и и это создает ситуацию ну вот отчуждение того что преподается да что даже если ребенок там в семье на языке говорит с бабушкой говорит на одном языке а потом школе ему начинают преподавать что-то чего бабушка не понимает и да возникают вопросы у детей у родителей а зачем это вообще все надо и зачем учить фактически один еще иностранный язык ну то есть горный луговой ну да на мой взгляд они разные да там очень много различий уже есть две литературные нормы пытаться из этого делать что-то одно но мы сделаем какой-то конструкт который ну либо не поймут горные морицы отдельно либо вообще поймут ни горные ни луговые и тогда как они пользоваться то будут там ну история про просто которая вспомнилась да в связи с вашим вопросом это хантыст язык у которого западные и восточные диалекты там отличаются ну значительно сильнее чем горные луговые мористи просто разные языки по всем параметрам это вообще маленькие языки вот но маленький но маленький но был вот по официальным там классификациям всегда вот единый хантыст язык да предложили в последние годы различать вот значит западные и восточные хантысти как отдельные языки и люди ну те же вот восточные ханты они ну представители интеллигенции по крайней мере некоторые оттуда они горячо поддерживают потому что у них до этого были ситуации что им присылали учебники в восточные районы написаны на западных диалектах хантыстского они понять не могут что там написано потому что западные и восточные хантыстики отличаются очень сильно а если соответственно восточные хантыстики то у нас отдельный язык да юридически то и учебник должен быть вот именно по нему туда прислал егур мне кажется или бы я даже в федеральном перечне учебников видел по учебникам по нерусским языкам что там для хантыстского языка аж весь две линейки учебников для начальника класса там на одном диалекте на другом да ну там не дают там на разных диалектах да ну просто просто вот такие проблемы они возникали на практике вот на ну насколько вот из моей там да какой-то коммуникации специалистами это было видно езди и и здесь то же самое да ну если прислать учебники на луговом марийском в эти горномарийский школы там дети не поймут половину чего написан егор а а помните а каким тиражом издаются учебники либо книги на горномарийском сколько там тираж 500 300 ну не помню не скажу но не меньше но метных меньше конечно чем на луговом но там и носители меньше данность носители луговом 45 по переписи носитель горного 22 но понятно что на 22 тысячи все-таки востребованность меньше будет спасибо можно тоже одну ремарку в этой связи как мне кажется вообще попытки объединить что-то сознательно объединить будь то язык будь то религиозные организации приводят как правило к увеличению множественности и дробности что касается язык но такой известный пример по крайней мере не лингвистом это норвежские литературные языки когда попытка объединить фактически привела к созданию еще одной нормы и вы такие похожи сходные ситуации и в религиозном творчестве но яркий пример второе великое пробуждение религиозное в соединенных штатах и вот идея отошли христиане от бога заповеданного единства давайте его восстановим будем себя называть просто христианская церковь просто ученики христа и результат к дробности к протестантской уже огромной дробности добавились сначала еще две динаминации христианская церковь ученики христа потом они еще раз дробились и так далее сикхизм тот же благая попытка объединить вот контактная зона пинджаб мусульмане и индуисты есть вот найти что-то общее попытка объединить возникла еще одна религия сикхизм и вот наверное такие как бы попытки именно волевого целенаправленного объединения что-то они чреваты увеличением дробности они действительно результатами объединить нового единого продукта спасибо единство нации в ее целостности я как татарский национальный активист могу сказать ну вот я может быть бы добавил что тут конечно есть разные примеры бывает такое что есть какое-то социальное или политическое давление именно в пользу объединения здесь может быть даже талгат не татарский язык такой характерный пример очень характерный пример даргинский язык даргинский язык это ну вот язык даргинцев в дагестане который на самом деле единым языком не очень является значит по нашу коллеги в институте языкознания сейчас предлагают выделять несколько рассматривать даргинский язык как языковую семью внутри которой есть несколько отдельных языков могут как внутри славянских языков есть несколько отдельных языков которые возникли из когда-то единого прославянского точно так что даргинский язык как семья внутри которой отдельные языки уже достаточно обособились для того чтобы считать их языками вот но эта идея встречает сильнейшее сопротивление самих даргинцев именно потому что в качестве единого народа даргинцы 2 по численности народ дагестан в качестве конгломерата да если исчезнет единый даргинский язык но единый даргинский народ тоже стать проблематично в качестве конгломерата 10 так сказать небольших народностей даргинцы он дальше видимо не очень хочет существовать и я их понимаю да потому что тогда им не положен не положено театра им не положено сми на им не положено образование и они поэтому так сказать из этих соображений готовы мириться с тем что большую их часть в качестве родного языка изучает один из даргинских диалектов один из даргинских языков который на котором там в их селе никто не говорит есть какие-то мне кажется бывают разные случаи с разными так сказать с разным давлением с разных сторон которые могут толкать ситуацию в ту или другую сторону ну вот не знаю то что стал сейчас толкать в общем мне кажется это как раз на эту тему ну да потому что диалекты они не имеют письменности как правило не имеют не должны иметь письменности а носители единого литература а иметь единый литературный язык выгодно для того чтобы были смеют если имеет школу нас на своем языке ну и ну просто была сфера употребления языка потому что если язык тот или иной ограничен чем меньше носитель языка тем меньше на нем информации книг и и тому подобное чем больше тем лучше поэтому объединительство в плане языков это мне кажется необходимый мир особенно в условиях когда мировые языки вытесняют мелкие языки это русский язык английский язык китайский язык и прочее да мария винклер замечает в основном как мне показалось носители диалекта с литературной нормой не хотят отпускать другие кубайчинцы и кайтакцы очень хотят чтобы их языки признали кубайчинцы и кайтакцы это вот собственно то что традиционно называется диалектами даргинского вот поэтому вот да там такая сложная ситуация кажется считается что самый успешный объединительный проект на это создание литературного итальянского языка на котором никто особенно не говорил но может быть только где-то вместо стиваться в любом случае на нем говорил меньшинство так сказать жителей апеннинского полуострова вот но вот это вот идея дуча и сопутствующие идеи которые тогда циркулировали вокруг в европе на айнфольк привели к тому что такая вещь как итальянский литературный язык возник и стал дальше существовать ну так по крайней мере об этом часто пишут да я не 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 занимался никогда романскими сам проект никакого мнения пожалуй не имею вот уважаемые коллеги кажется вот я смотрю в чат в чате вроде бы более или менее нам какой-то вот еще комментарий от пользователя он на что который я не очень понял что гранмарист язык был запрещен в 1953 снова объединение мелких наречий а что значит что гранмарист язык был запрещен просто не очень понимаю формулировка речь может быть о термине самом гранмарист язык версии с гранмарист языка или о чем потому что такого чтобы запрещали говорить там на своем языке как это был на севере там не насколько мне известно никогда не было в фаворже прошу 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 имел ввиду автор вопроса мне гласные запреты ну точнее запреты не официальные а так а те времена когда люди городской местности следили на своем языке разговаривали такое такое время было да можно так сказать это я вопрос задала я просто сама горная марийка и занимаюсь слышно до меня да 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 я сама занимаюсь гранмарийскими обрядовыми песнями свадебными собираю сама горная мария языком как я понимаю хорошо но с первого класса вынуждена была жить в вишкороле учиться в интернате якобы не владею но понимаю но язык был запрещен действительно потому что была языковая конференция и как бы норма горномарийского языка была как бы развитие нецелесообразно то есть формулировка просто бюрократическая такая и поэтому были уже как сказать война между горномарийским языком и луговомарийским просто это был как проявление национализма можно сказать никогда ленин двадцать четвертом году по моему сказал что нужно объединять мелкие наречии в двадцать пятом уже васильев валерьян михалович имя которого носит наш институт марни тоже считал что цитата такая да что речь горномарийца похоже на речь пьяного луговомарийца то есть вот такие даже были да понимаете и просто игнорировалась вот развитие поэтому тридцать седьмом году были репрессированы вся верхушкой было так даже что учились по газетам просто не было носителей языка и в пятьдесят третьем вообще тем более что была теория мара и был горномарийский язык как сказать мар приезжал и он как бы стал на защиту его и сказал что ну тогда с чувашским языком много связи есть у горномарийского и потом когда уже теория марба тоже ну как сказать потеряла свою привлекательность и сам сталин сказал что мар все уже не было такого то есть это политические какие то вопросы и вот под это дело и горномарийский язык я считаю тоже но был запрещен да и стали развивать лугово-марийскую версию как литературную и до сих пор вот эти споры идут и идут просто мне как самой горномарийке мне тоже странно это я училась в школе мы учили только лугово-марийский не было горномарийского и поэтому такой вопрос 91 как был его да сделали вторым государством но газеты они сокращаются и доклад алика он был 2000 там по моему восьмом году или в каком о том что да он приходит в упадок потому что такое прям развития хорошего нет считается что если мы просто объединим то значит вот мы все бросимся изучать лугово-марийский язык да все в основном на русском начинаем говорить вот ну может сумбурно но искренне я сама музыкант вот поэтому было интересно спасибо не вопрос как я понимаю комментарии да спасибо большое да кажется это в общем довольно распространенная опять ситуация когда в основу литературного языка ложится какой-то один из имеющихся диалектов часто носители этого диалекта говорят со стороны носителя этого диалекта который вдруг стал литературной нормой но звучат какие-то такие ну не самые не самые возвышенные высказывания в адрес других диалектов эти диалекты эти диалекты портят наш настоящий литературный язык вот что такое это мне кажется такой патрух который воспроизводится очень многих местах дорогие коллеги ну что вот как раз сейчас два часа прошло с момента начала нашего семинара и такое ощущение что вроде бы мы более или менее все обсудили ответили на все вопросы как вы смотрите на то чтобы начать понемногу закругляться извините один вопрос еще по поводу людей да по поводу именно процесс перехода из одной религиозной динаминации из одной группы и другую таких нарративов крайне мало обычно предопределено общиной сельской местностью какой религии будет принадлежать респондент соответственно есть деревни не полностью языческие чемари где вообще нет традиции крестить есть деревни где есть церковь где положено крестить например церковь будет очень редко соответственно мы совсем христианизм бывает иногда что информант из традиционной мариинской религии переходит в христианство связи с каким-то жизненным обстоятельством да ну то есть толкает на это болезнь смерть кого-то из близких такие такие нарративы записывали у молодежи есть тенденция такой национальных активистов этнически ориентированной молодежи ходить в тоже на моления и проявлять какой-то интерес но про просто формального процесса перехода из христианства в традиционную веру не существует там нет крещения поэтому как как бы формально это сделать очень трудно можно просто начать ходить на моления и относить себя с общиной обратно встречаться из традиционной религии в христианство спасибо спасибо большое ну что же тогда дорогие коллеги позвольте мне поблагодарить наших сегодняшних докладчиков герман юрьевич и игоря владимировича за содержательнейшие сообщения которые дадут я думаю нам всем на некоторое время пишет для интересных размышлений спасибо всем кто принял участие в обсуждении ольга евгеньевна спасибо вам дорогие коллеги но я думаю что мы постараемся наверное ольга евгеньевна как вы полагаете мы ведь наверное постараемся еще придумать что-нибудь для декабря и проведем какой-то декабрь семинар я не берусь сейчас судить о времени когда мы проведем но я бы хотела подчеркнуть у нас второй опыт когда в рамках семинара какую-то проблему мы обсуждаем такой взгляд с двух сторон со стороны лингвистики и со стороны налоги это одна проблема или это сходные пересекающиеся проблемы и мне кажется что вот этот подход очень действительно продукции продуктивный обещающий результаты у нас он способствует дискуссиям и он способствует дальнейшим размышлениям как в одной области так и в другой и вот эту практику безусловно нам я думаю надо продолжать и если мы сможем провести еще один такой семинар в декабре это было бы замечательно но даже если у нас это не получится именно в декабре я думаю мы в любом случае должны продолжать именно такой подход собственно это вот и и есть хороший пример междисциплинарности когда междисциплинарность это не просто рядом и параллельно развиваются какие-то да пусть пересекающиеся но не очень взаимодействующие сюжеты а вот наш семинар например плодотворный хороший междисциплинарности надо его надо это продолжать спасибо большое я думаю что мы подумаем чтобы можно было такого провести в следующий раз чтобы поддержать вот эту линию который вы сейчас я думаю мы постараемся чтобы это оказалось возможным реализовать декабре мы постараемся мы постараемся вот отлично спасибо еще раз всем огромное дорогие коллеги следите пожалуйста за нашими объявлениями и приходите еще спасибо до свидания спасибо всего хорошего спасибо до свидания спасибо спасибо до свидания